здравствуйте уважаемые товарищи я вас рад приветствовать на своем канале сегодня у нас будет распаковка вскрытия кейса с газовой плитой нами люкс модель n.a.p. 377 1 с вот такое длинное название непонятно на 1 киловатт это примерно удельная мощность этой плиты друзья я считаю что в каждом доме у каждого человека должна быть газовая плита на случай отключения электроэнергии чтоб можно было банально там приготовить разогреть еду и которая работает на вот таких вот баллонах 200 граммовых на пропане да у многих плита газовая уже есть многие купили на китайском рынке какую-то плиту кто-то решил купить качественную кавиа там заказал где-то в интернете но как правило люди покупают стандартные печки да в чем особенность этой печки да в том что она является меньше она почти портативная я купил ее во владивостоке друзья в магазине газовик это в районе моста там фадеевского где вы со стрелковой эти кому интересно можете посмотреть там значит магазине большой представлен перечень продукции нами люкс это не реклама это моя чистая инициатива вам показать наглейку этого магазина что вы не выскали где-то по городу а поехали в какое-то место и сразу купили там по нормальной цене значит я давно хотел иметь такую портативную печку у меня были самые разные печки в том числе была стандартного размера печка нами люкс на полтора киловатта на моем канале есть обзор можете посмотреть но не было маленькой плиты которую я хотел брать с собой в рюкзак она реально в рюкзак влазит комплекте идет вот такой вот кейс друзья значит он конечно же не очень крепкий как его принципе все линейки нами люкса и у кави и у китайских печек но из-за того что он маленький он более взбитый такой и у него больше шансов выжить значит все это вместе весит примерно 11 килограмма размеры 102 на 256 на 215 миллиметров друзья но давайте не буду вас томить откроем давайте этот кейс и посмотрим что у нас ждет внутри нас внутри ждет печка тверд ногами и откроем идет она вот такая вот замотанная пленку кейс внутри вот ничем не оформлен ничем не примечателен кейс как кейс друзья сейчас мы с вами все это дело рассмотрим более подробно значит на пленке здесь есть инструкция руководство по эксплуатации на эту печь друзья на портативную газовую печь она глянцевая качественно достаточно полиграфии вот здесь рассказывается да как правильно пользоваться как устанавливать плиту как сделать так чтобы она максимально эффективно грела с минимальными потерями тепла все это выполнено на русском языке я считаю достаточно это все хорошо достойно интересного особо там ничего нет место смотрите здесь какая особенность вот это вот запчасть так называемая защита от ветра она была приобретена отдельно я уже даже не помню стоимость 200 или 300 рублей вот то есть домашних условиях принципе на даже не нужно мы и уберем она если вы где-то на улице то она вам конечно же сэкономит пять десять процентов вашей мощности на плиты смотрите наша плита она действительно портативная она маленькая и в первую очередь об этом нам говорит отсек под баллон да если вы берете стандартный баллон подавить вот настолько торчит вот значит но в принципе для похода это неважно здесь есть вот такая вот крышка защитная которая вылазит и в принципе баллон сюда без всяких проблем помещается друзья или себе всяких проблем он сюда помещается и принципе никакого у вас не вызывает негатива да поверхность здесь жалющее она керамическая ну кто-то считает это коммерческий ход какой-то реклама я считаю что в этом есть реально плюс какой-то и ну и по факту действительно если газ сгорает внутри раскаленной этой поверхности и она греет помимо пламени да как вы знаете есть три способа передачи тепловой энергии инфракрасным и там кондиционным способом вот здесь она еще инфракрасным способом греет поверхность потому что разогревается вот но естественно сейчас ее с вами испытаем прожгем у меня здесь есть я здесь принес друзья если набор чай с морским шиповником мы вскипятим значит на печке где-то пол литра примерно водички засекем сколько она будет кипятиться ну и собственно говоря пользу случаем я себе заварю где-то пол литра насечаясь шиповником завтра на работу возьму в термосе но для начала давайте посмотрим еще более волну более крупном виде редуктор сам как выглядит редуктор достаточно крупный вот такие печи есть с возможностью подключения большому баллону в комплекте есть переходник вот это вот часть она естественно смывая снимается для того чтобы ее можно было помыть она из нержавейки это не краска не такая алюминиевая все выполнено достаточно качественно ну и вот внутреннее убранство печки друзья я вам показываю ну естественно здесь есть пьезоподжиг также без него пьезоподжиг естественно присутствует друзья нами люксу такая печка сейчас мы с вами и зажгем естественно вот посмотрим как она горит вот и в том числе закипятим воду посмотрим сколько примерно у нас по времени займет это кипячение ставим назад кстати поставил то сразу вообще легко очень даже легко давайте попробуем пустим газ здесь у меня котейка прибежал ты тоже хочешь воду кипятить котейка двигайся чуть-чуть значит давайте пустим газ и а стоп что же я делаю это сначала нужно подцепить баллон как обычно это делается так и его правильно ставил то хоть нет эта штука которая зажимает газ на ходе достаточно плотненько и и вот так вот нажимаем нож как шипного далее друзья вот так вот раз вот она горит видите пламя даже не видно можно сказать мне можно выключить свет посмотреть так вот рукой закрыть нет но видно пламя видите максимальный огонь я включил по пламя аж вот здесь он до верха достает сделаем поменьше немножко огонь и со временем сейчас эта поверхность разогреется и она будет красного цвета друзья она прямо реально будет красная вот похоже уже прошел процесс видите я закрою чуть-чуть лампу подсветку ну реально шпарит очень прямо горячо это у нас почти процентов 30 мощности я чуть поменьше сделаю ну давайте поставим кастрюльку сюда здесь пол литра воды я налил немного чтоб недолго ждать вот запустим таймер в телефоне давайте запустим секундомер давайте запустим да вот время пошло я специально не буду выбирать телефон пусть он горит вот там внизу видите она все красное внизу ну давайте выставим это вот почти видите минимальный почти огонь здесь у меня на давайте выставим хотя бы половину мощности там чтобы допустим побыстрее добыла ну так вот знаете шпалит реально тепло но это опять же повторюсь домашние условия мы такую точно самую плиту испытывали на фетисов арене в очень ветреный день прямо ну прямо знаете сдувала в тарелке со стола и когда она стояла на столе с этим большим ветром и я не смог сварить сосиски не то есть вода нагрела сильно но не могла закипеть и это все было до тех пор пока я значит но не сделал там ветрозащитный козырек и стала грубо говоря поэтому сумасшедший ветер даже киловатт пламени можно раздуть легко а мне нравится вот этот вот свет который вот у печки когда она раскалена давайте загрянем кастрюльку что у нас там пока она разогревается можно что сделать можно насыпать сюда наш шиповничек друзья так сказать выполним подготовительные работы здесь перемешку чай с хелис с морским шиповником сразу поставим сюда вот на эту подкладку чтобы стол не портить чего у нас там по времени ну почти две минуты прошло друзья уже ждем вода нагревается и знаете такое тепло идет если готовить где-то в палатке можно еще пола использовать эти такие печки керамические используют как обогреватель но с ними будьте осторожны замкнутом пространстве можно так надышаться пропана и даже угореть им поэтому обязательно в зоне контроля должна это все находиться либо и ну в общем ну короче с умом нужно подходить в качестве обогревателя такого активного печку можно запросто использовать а нагреть будь здоров ну закипела водичка у нас друзья кипяточек что там у нас по времени 549 почти 6 минут а данного закипала печечку отключаем и сразу баллончик отстегиваем сейчас заварим шиповничек этим кипяточком водичка закипела заливаем наш шиповник даже чуть-чуть у нас осталось кипятка друзья это все дело вот так вот накрываем и вот он сейчас будет у нас настаивается какое-то время настоится и можно будет пить чай пока заваривается чай я вам чуть-чуть так вот покручу покажу как печка выглядит со стороны это вот лицевая часть у нее здесь сбоку он здесь мы видим всякие разные здесь наклейки с предостережениями качественная наклейка полиграфия но здесь на русском языке нет ничего друзья принципе она особо здесь не нужно ничего вот с этой стороны вам покажу как печечка выглядит вот с этой стороны здесь на наклейка с характеристиками название модели мощность ее в киловаттах вес и размеры линейный так сказать да еще раз сниму крышечку крышечка горяченькая пальчики можно обжечь как она выглядит внутри друзья то есть при желании все это легко можно помыть естественно то есть мы вот собираемся скоро на сплав в лес эта штука легко влазить естественно в рюкзак баллончик можно отстегнуть убрать его вот эта штука задвигается и печка становится вообще компактная мне вообще реальная продукция нами люкс очень нравится на канале ой горячая обжегся на канале есть этот не обжегся а горячая просто на канале есть еще видео на горелку нами люкс тоже всем рекомендую берите друзья эти штуки очень качественные горелках нами люкс при перевороте она не плюется пламенем в общем друзья на этом у нас видео подходит к концу вот кому понравилось ставьте лайки пишите комментарии а на этом у меня все всем спасибо за просмотр пока